Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в The Tenants. В прошлой серии мы обманулись немножечко, немножечко прям совсем обманулись, и... Точнее, я обманулся и сделал ремонт не в том регионе, не в том районе, но в этой серии мы обязательно исправим все ошибки молодости, так сказать, прошлой серии, и... Сделаем ремонт, пройдем вот эту вот сюжетную... Квестину. Ну, и, соответственно, мы продвинемся немножечко по сюжетной линии. Если ты еще не подписался, то обязательно сделай это, а если не подпишешься, что такое? Почему ты не подписываешься? Смотришь и не подписываешься. Обязательно подпишись. Вот, давай-ка мы пойдем в нашу недвижимость. У меня, получается, аж две целые квартиры не сдаются. Так, а где... А-а-а, мне нужно в район в другой перейти. Да, в трущобы. И пойдем-ка мы с тобою, с тобою, с тобою, с тобою оплатим сначала долги. И, естественно, найдем жильцов, жильцов вот в эту комнатушку, комнатушку. Потому что, ну, здесь хорошая комнатушка, не знаю, почему она не привлекает людей за большую цену. Тут есть и мольберт, на котором можно рисовать. Очень удобный диван, тем более для вот этой женщины или мужчины, не знаю, кто это. Алкоголик-строитель. Не, нам алкоголики-строители не нужны. Бармен 84, 89. Давай-ка мы найдем кого-нибудь, у кого хотя бы 95. Мне хочется найти, у кого будет 95, и снять с него немножечко больше денег. Ну, просто получается какая-то ерундистика. Мне так платят мало за это все дело. За эти квартиры. У них, у всех, в принципе, хорошее мнение о моей квартире, но... Но у всех маленький оклад, у всех маленький оклад. И кто алкоголик, кто строитель, кто еще какой-нибудь, не знаю, не очень приятный человек. Я не говорю, что строители неприятные люди, они хорошие люди. Блин, без них бы мы жили, не жили бы мы, а жили бы на улице, а просто существовали бы на улице. Но, когда он алкоголик, он делает... Он не делает, он бухает, блин, в конце концов. 84, 89. Не, нам такие не нужны, нам вот геймер и бармен. Бартер, давай-ка мы с тобой забартеримся. Максимально на 120 дней договоримся. Какую ты мне можешь цену предложить? Не, давай не 5, давай хотя бы 7500. Давай 7500, я на все готов, только вот давай хотя бы шестерочку. Ну, хотя бы шестерочку, дружище, ну, договориться, пожалуйста. Твою мать, 5600. Ну ладно, принять предложение уж, раз на то пошло. 5600. Пойдем-ка теперь в другую комнатуху, сдадим ее. И будет вообще классно, будет хоть немножечко прибыльнее это дело. Все-таки я-то думал, почему у меня баланс такой низкий. А оказывается, попросту у нас с тобой не была сдана квартира. Точнее, одна была не сдана квартира. 7800 сейчас баланс. Блин, эта квартира, она очень просторная, и в ней очень много лишнего. В ней очень мало лишнего. В ней очень мало всего. У нас огромное количество мебели на кухне, но вот зал, вот это вот, короче, помещение, оно прям вообще очень пустое. Бандит-алкоголик, нихрена себе. Хорошо, давай ты восхитишься моей квартирой, и я загоню тебе эту квартиру, аж самую, нету, огроменную сумму. Ёршик, тебе понравился? Скажи, пожалуйста, понравился. Твою мать. 138 бандит. Давай вот тут, бартер. На 120 дней и за 10 тысяч. Договориться. Ты можешь платить столько? Нет, ты столько можешь платить. Я с тебя не слезу, если ты мне не предложишь больше шести. Давай вот так, договориться. Ладно, принять предложение. Что ж еще-то можно сделать? Новый арендатор. Арендатор, арендатор. А, ну да, арендатор. Сколько баланса у нас сейчас? Баланс 14242. Теперь мы можем смело передвигаться, передвигаться в другой район и там продолжать наши ремонты, наши все вот эти вот. Так, деньги ты мне прив, Дмитрий, лучше сохрани мой номер, он может пригодиться в будущем. С уважением. Обязательно, хорошо. Погнали. У меня там компьютер на взлет просто идет. А все почему? Все потому что он... Потому что у меня в комнате очень жарко. Я сижу просто здесь, жара, просто жара. Как в пустыне. В пустыне именно, в жаркой пустыне. И не просто там в пустыне. Смотри. Находим задание сейчас. С тобой. Да? 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 Да, вот, смотри-ка, принять. Вот это вот, скорее всего, лучше. И вот это вот возьмем. Чего? Я знаю, 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 что здесь есть элитный контракт, но за 5000 долларов, что это за деньги? Это вообще наплевательское отношение. О, мой любимый типаж в квартире. Наверняка у нас сейчас попросят сделать здесь 10 комнат. Столовая? Ничего себе. Это что такое? Это ресторан, что ли, какой будет? Ну, видимо, да. Видимо, да. Да, потому что здесь вот целая кухня, и здесь стоят крани, раковины вот эти вот стоят здесь. Я сколько раз уже говорил, что они не должны так стоять. Они должны стоять вот с этой стороны. Точнее, вот с этой стороны. У них кран с той стороны, он должен быть в углу. Ой, господи, никто меня не слышит. Никто меня не слышит. У нас с тобой 14 тысяч. И, естественно, с самого начала мы смотрим, что у нас важно. Это стены и пол. И если стены и пол, значит, мы красим вот такой вот краской, красивой. Обоями, точнее, вот этими вот красивенькими стены. Неровные немножечко стены у нас. Но ничего страшного, это же не мы их делали, правильно? Это сделал кто-то до нас. К нам вопросы будут лишь по отделке. Отлично. Осталось 10 тысяч. 4 тысячи мы потратили просто на пол и стены. О, охренеть, охренеть. Так, идем в столик, 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 столик. Так, подожди. Здесь вход на выход, понятно. А здесь тоже вход на выход. И получается... А здесь вход в туалет. Рядом с туалетом не камильфо ставить столы. А столики будут... Давай столик будет у нас... А... Ммм... Вот этот столик поставим вот сюда. Ну, вот сюда, вот к этому столу. Ой, к этому окну. Чтобы... Чтобы-что-бы просто. И такой же столик поставим вот к этому окну. И в принципе, типа, завершено как-то вот уже более-менее выглядит нормально. К чему здесь эти столики, я не знаю. Но попросили столики, я поставил столики. Делать не мое. Пусть решают сами, что с этим дальше делать. А вот кофейный столик... Ммм... По-хорошему поставить вот здесь где-нибудь. Зачем он здесь тоже нужен, я не понимаю. И не имею представления абсолютно, что с этим будут делать эти владельцы этой кафешки. Но... Наше дело простое. Наше дело, блин, поставить... Здесь по-хорошему-то нахрен не нужно было это все делать. Глупо выглядит. Выглядит глупо, честно. Ммм... А-а-а! Здесь столов-то больше нет! Ну, давай тогда хотя бы вот, типа, вот где-нибудь вот здесь поставим кофейный столик. И поставим здесь стулья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук на три стола. Значит, по два стула на один столб. Кресло-качалка не круто ставить рядом со столом, тем более за обеденным. Следовательно. Ну, типа, неудобно, если ты качаться будешь, когда есть будешь. Неудобно. Я, честно тебе говорю, неудобно. Можешь проверить, конечно, но я тебя предупреждал. Неудобно. Чтоб потом не было там разговоров. Фиолетовый, конечно, ни к чему. Коричневый к столу удобно хотя бы. Точнее, как сказать, удобно. Неудобно. А, блин, а как туда ноги-то ставить? Кофейный же столик. Туда стулья-то не нужны особо. А вот к этому столику можно уже присандалить реально стул. Он здесь к чему-то. Он сюда хотя бы ставится, и ноги влезут. Ну, ладно. Опять же, это дело не наше. Диван, диван, диван. Диван поставим вот этот. Вот сюда. Ой, вот сюда. Угу. И тогда маленьких растений нахрена, чем просто вот кучу. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. Пять штук на три стола. Это, блин, тоже не круто. Ну, а что же нам делать? Бонсай, да. Это бонсай же, да? Бонсай, правильно, да. Это розочки. Розочки, это здорово, но не настолько, как ты думаешь. Сохранение у нас прошло. Орхидеи, бонсай. Нет, давай вот сюда два бонсая поставим. Не, он в притирку стоит. Это некрасиво. Вот так должен стоять. Молодец. Маленькое растение. Еще одно нужно куда-то поместить. Куда можно поместить маленькое растение? Давай еще один столик поставим. кофейный. Вот сюда. Вот сюда. И поставим сюда маленькое растение. Маленькое растение. Нет, давай вот отсюда вот бонсай этот сраный уберем. Он здесь ни к чему. Он здесь портит всю картину. Лучше поставим вот что это? Розы. Розы вот сюда. А, розы. Вот сюда поставим. Здесь тюльпаны. Нет, орхидеи поставили. И вот сюда поставим... Что сюда можно поставить? Тюльпаны? Да тюльпаны вообще ни к чему. Давай поставим тюльпаны. Ну, а что? Тюльпаны, розы, орхидеи, бонсай. Вообще целый оранжерей у нас. Яблони можно еще посадить. По углам будет полный, так сказать, набор. Набор растений. Растений, которые могут быть у нас в кафешке. Больших растений нужно всего три. Это у нас было что? Это была пальма. Значит, мы поставим пальму еще вот сюда. Пусть она вот в эту сторону висит. Куда-нибудь вот так вот. И вот сюда. Ну, давай вот сюда. Правильно? Правильно. Неплохо. Большое растение. Настенное растение. Настенных растений у нас с тобой вариантов не так много. Следовательно, мы его вот сюда вот нахреначим. Вот сюда вот по обе стороны двери. Чтобы как-то разбавляло. Блин, смотри. Вот так вот низко получается. Вот так высоко, вот так низко. Да? Хотя. Хотя нет, наверное. Как раз так оно и... Вроде ровно. Еще одно настенное растение. Я же три уже повесил, нет? А, всего два повесил. Ну, и вот это, наверное, давай посмотрим. Повесим, повесим. А куда повесить? Ну, по-хорошему вообще вот куда-нибудь. Типа... Типа вот сюда, наверное, вот у двери. Или нет. Или... Или подожди. Давай вот сюда вот повесим у двери. Пусть висит. Не понял. А, здесь дверь мешает. А я что, виноват? Кто так двери ставит? Тогда вот это перемещать придется. Да? Да. Во, красота. Телевизор. 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 А куда его? Вот давай вот сюда вот поставим. Типа, чтобы люди, которые все видели. Вот и там, которые сидят. И здесь, и здесь. И вот здесь даже за диваном, чтобы видели телевизор. Телевизор у нас в гостиной. И, собственно говоря, мы его и повесим. У нас в вагон еще деньжищ. Не знаю. Вот здесь, наверное, будет лучше повесить, чтобы его все видели. А, декора мало. Декора мало. А, значит, мы сделаем вот что. Мы. Лед полосой. Ого. Ничего себе. Ты смотри, как классно сделано. А почему нельзя ее просто протянуть? Вот с такими вот прогалами, короче, мы будем делать. Эту лед полосу. Да, будем так вот делать ее. Блин. Ну, ладно. Здесь нормально. Здесь нормально выглядит. Все хорошо. Вот так. Вот. Так, наверное, да? И вот так вот. И вот. Иди в жопу, привет. У меня проблемы с роутером. Небось, опять холодильник сломался. Ээээ, блин, ну. Некрасиво, некрасиво переместить. Ну, типа, или делай сплошняком. Или можно было бы регулировать хотя бы какое-то расстояние между ними. Я не знаю, но просто как-то некрасиво получается, что мы вот такой хренью занимаемся. Ну, глупо же. Глупо, блин, с такими этими вот панелями работать, которые ненаборные. Почему нельзя просто взять да растянуть? Блин, не, я ровно вот это все делать не буду, потому что... Ну, потому что реально это много времени сейчас займет. Пускай будет вот так. Декор ни хрена не прибавился. Что прибавляет декор здесь? Трофей, кофейный столик, отделка стен, небольшое украшение. Кофейный столик, трофей. 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 Это трофей? Трофей, да. Пусть будет два трофея. В какую сторону он смотрит, хрен его разберешь, но будет два. Аж целых два трофея, представляешь? Целых два трофея. Пусть вот так будет. Сколько тут? Тридцать восемь. Ёшкин кот. Наверное, очень большое, как его называют, помещение. И на него очень нужно много всяких украшений. Но часы нужно повесить в любом случае рядом с телевизором. Нет, с телевизором не круто. Хотя тоже, чтобы все видели. Но лучше повесить двое часов. Чтобы видели и вот эти, и, естественно, вот эти. Товарищи пусть тоже видят. Поставим сейчас с тобой кофейный столик какой-нибудь, не знаю, замухрыжный, чтобы он там просто стоял. Вот здесь вот где-нибудь еще. Блин, а вот тут давай еще поставим, да и все. А почему нет? Деньжище у нас еще завалишься, а потратили мы всего ничего. А, нет, сюда не цепляется, смотри-ка. А где же стулья? Стулья непонятно где, но пусть. Здесь типа вип-ложа, в которой будут сидеть такие люди, важные очень, вот на этих ракушках. Не знаю, зачем им такие столы тогда, как они там будут вообще сидеть, умещаться. Это дело их, это дело не мое. 39% декора, это кошмар. Кошмар, просто кошмар. Просто кошмар. Это иначе даже никак не назовешь. Ну поставься ты на стол. Молодец. 38, 40% декора, это вообще ничто. Ой. Неоновая вывеска, светящаяся. Вот здесь пусть. 42. Рояль могу, не могу. Дартс давай повесим, вот сюда вот. 42, ни черта не прибавляет. Ваза, часы, коврики. Считается только один коврик. Давай коврик присандалим вот сюда вот. Ну, предверный какой-нибудь, да? Приделаем, и чтобы вот люди наступали сюда вот. Оп. 42. Да пошло все в жопу, елки-палки. Я столько потратил денег, столько всякой вот ерундистики прилепил. А, роутер, кстати, дядю надо отправить туда. Это... И все, чтобы он починил. Так, знал, что холодильник сломался. Потому что постоянно его почему-то называют роутером. Дед молодец, красава. Просто дед красава. Даже слов других у меня не находит. Ну, иди. Как выйти-то? Эй. А, он сам вышел. Молодец. Даже не спрашивая. Молодец. Неплохо этот парень. Знает свое дело. Какой парень тебе в отцы годится, парень? День добрый, Дмитрий. Надеюсь, это письмо до тебя дошло. Мне нужно было связаться с вами, так как вы, кажется, новое ответственное лицо. Мне нравится мой домовладелец. Так что никакого давления. Ха-ха. А, хорошего дня, Лаурен Френч. Молодец. Зарабатывайте очки опыта, выполняя задания, покупая квартиры и заселяя арендаторов, чтобы повышать уровень и открывать новые предметы для ремонта. Мне дали каких-то хреновин разных, очень интересных, нужных. Я не буду вдаваться в подробности даже, что там нам дали, потому что оно... Да оно нам нахрен не нужно, честно. Так. Несчастен. Счастье у тебя в голове. Ты несчастен у себя в голове. Так что не надо сваливать это на то, где ты живешь. Вот, давай вот сюда вот. Да, 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 отлично. 9 тысяч нам дают за то, что мы сделаем одну комнату, я так понимаю. Важно декор и стены, не важно мебель. Предпочитаемая мебель, опять же. Мастерская это будет. Полка, полка. Огуречек получился человечек. Покраска стен в серый цвет. Давай залепим что? Такое ощущение было, как будто бы ходит кто-то у меня по дому. Но не может быть такого. Не, не в коем случае. Да не. Да не, бред какой-то. Смотри. Стены покрасили. Бетоном полы. Ого-го. Смотри, бетон на траве. Только, правда, он здесь не должен быть. Это же не бетон на траве. Травы тут нет. А бетон на траве вон там можно сделать? Приколюха, но мы там делать ничего не будем. А можно это куда-нибудь себе в коммунизии, чтобы потом его использовать? Очень жаль, что нельзя. Стойка для шин. Бочка, статуя, садовый шланг. Затем тебе садовый шланг не в саду, а в мастерской. Дурила ты. Полка-полка, оборудование для мастерской. Настольная пила, верстак. Базовый верстак. Ну, не, мы тебе сделаем нормальный верстак, чтобы ты на нем верстал. Сайты там еще. Что там на верстаках верстают-то? Вот так вот поставим. Огнетушитель в любом случае должен быть. Он должен быть в любой мастерской, потому что это техника безопасности. Пожарная безопасность в первую очередь. Вдруг что загорится, все. Нужно срочно тушить. Вот сюда аптечку еще приделаем, чтобы, ну, если что, вдруг. Ну, пылесос, конечно, можно приделать. А, мне нужен? Тогда нужно приделать, а не можно. Чего же вы сразу не сказали? Попа, неровно стоит. Угу, вот так. И получается, мне нужно теперь полка-полка-полка-полка. А полки мы возьмем... То мы возьмем нормальные полки. Вот такие стеллажи, которые, типа, как раз-таки в мастерских и на всяких складах используются, чтобы... Вроде и вид нормально иметь. Точнее, они вроде и вид нормальный имеют, но и... Ну, и типа, ни хрена, вид нормального у них нет, они... Они просто не помойные, вот. Гриль тебе на кой здесь уперся? Гриль. А этот что? Это хуже? А, в сад... А-а-а. Вот этот можно в мастерской разместить. А этот только в саду? Да, этот только в саду, смотри. Ёшкин кот, какие все умные стали. Этот в саду, этот в мастерской. Бочка, бочка, бас, колбасит, соло. Так, вот сюда вот, наверное. А куда ее можно присандалить? Вот сюда, наверное. Да, вот сюда вот. Хренак, хренак. А-а, статуя тебе здесь зачем, идиот? Это ж мастерская, ты че здесь? Ты статуи делаешь? Тогда на кой ты тебя, я ее покупаю? Может, ты сам ее сделаешь, и потом поставишь. Стойка для шин, бочка, стойка... Да у меня денег столько нет. Откуда я тебе столько денег возьму? Это мне, получается, нужно... Это мне, получается, нужно еще стойку для шин. А где ж я столько денег возьму? Подожди. Нет, такого быть не должно. У меня деньги кончились. Тогда на кой мне вот это вот дело... А, да оно недорогое. Короче, продадим вот это, продадим вот это. Возвращаемся к оборудованию. Это считается оборудованием для мастерской. Тогда все, пошел он в жопу. Нечего мне здесь мозга канифолить. Пусть довольствуется тем, что мы ему купили. Он столько денег мало дал, что на верстаке у него не хватает. Стойка для шин есть, стойка для велосипеда. Ну пусть вот тут тоже стоит. Подожди, а почему она не стоит сюда? Юшкинку... А, не... А-а-а! Это та, которая такая вот. Я не любил никогда такие, потому что с нее снимать замучаешься. Вот, ну и газон-косилочку сюда вот прихреначив, чтобы она здесь стояла. И садовый шланг вот сюда куда-нибудь. Засрал я тебе, короче, всю мастерскую. Места живого нет в ней. Давай сдаем. Декора даже 100% ошалеть. Сдать работу. Принимай, хозяин. Так, дядьку отправляю тебе этого, да, профессионального. Профессиональный дядька. И... Что тебе, нравится там? Нет, что как? Кровать? Подожди, какая кровать? Там не было кровати. Это мне показалось, скорее всего. Так, ищем задание себе другое. А хотя на кой? У меня же пятый ремонт уже сделан. Правильно? Правильно. Мне сейчас дадут другое какое-то задание, которое будет по сюжету нас продвигать потихонечку. У нас есть с вами еще целых 20 минут, поэтому я думаю, мы что-то да успеем за это время сделать. Не буду гарантировать, конечно. Разблокированы новые предметы. Наконец-то. Ура, ура, ура. Полмульта. Ну ничего себе он дорогущий. Подпишите договор аренды с платой более 10 тысяч долларов. О-о-о. Это, блин, серьезное заявление. Это мне надо что-то купить такое дорогущее, чтобы купить... Чтобы сдавать это прям задорого. Вот за 150, 30 квадратных метров, я думаю, никто нахрен это не будет покупать. Тем более больше, чем за 10 тысяч долларов. А нам нужно что-то такое прям... Прям-прям-прям-прям-прям-прям-прям. Такое прям. Вот это еще... Нет, да это тоже нихрена. Это старющее просто здание с 26 квадратными метрами. Это тоже не круто. Хотя это уже другой же район все-таки. Придется нам полмульта, наверное, накопить, чтобы купить вот эту вот ерунду и... Да еще если за кредит списывать постоянно, что это за жизнь такая? Остается 48 тысяч долларов. Это грустно, грустно-грустно прям до боли. А, ну здесь у нас, получается, нет ни черта. Здесь у нас с тобой нет никакой недвижимости. Здесь мы просто занимаемся ремонтами одними. И получается вот такая вот грустная история. Да, грустно, грустно-грустно-грустно. Игрок, значит, у нас 24 уровень уже. Последние два заказа на 4 звезды. И это все-таки не очень сильно впечатляет. Но и к тому же не так уж страшно. Сумма к оплате 28 дней. Сумма долгая. Так, давай выплатить досрочно. А можно выплатить досрочно поменьше чутка, чтобы потом поменьше списывали каждый месяц? Типа предварительное погашение, но не полное. Знаешь, чтобы процентов меньше начисляли. В жизни можно, здесь нельзя. Очень жаль. А можно взять вот сюда? Я могу взять его еще, что ли? А сколько он там? Назад. 250. А этот сколько чудо стоит? Блин, один хер не хватает. Так, а здесь я больше... А, вот. Это 1960 года. Да, да. Это 1960 года. Это меня не впечатляет абсолютно. Ну, давай пока займемся... А чем мы займемся с тобой? Мы с тобой займемся пока что... Блин, а у нас когда этот заканчивается? Через 11 дней вот это вот заканчивается. Нейтрален, бандит. И я думаю, через 11 дней как раз таки мы с вами заделаем там ремонт. И постараемся. Хотя как... В первом регионе там нельзя же больше 10 тысяч вообще выбрать. То бишь, наверное, в первом регионе это вообще невыполнима никогда задача, да? Ну, значит, нам нужно накопить с вами на кредит, на кредит, на выплату кредита. И, собственно говоря, собственно говоря, вот выплатить кредит, взять 250 и закупить там в первом регионе несколько домов. Или же здесь один большой хороший. И тогда, тогда уже может быть на что-то можно будет рассчитывать. Мой мальчик сказал мне, что ты теперь большая шишка. Я настроен немного скептически, но ок, это твоя жизнь, естественно. Много раз мы видели это сообщение. И не обращаем на него никакого внимания. 7 дней осталось присматривать за жильцами. Я, кстати, в последнее время за ним вообще не особо смотрю. Это я в первый раз очень отнесся к этому серьезно, с такой большой ответственностью. А сейчас я на это просто, знаешь, типа... Блин, подумаешь, подумаешь, какие-то жильцы. Ну, живут они там и живут. Ну, сгорел у них что-то и сгорел. Таракан, да пошли они нахрен. 4 звезды поставят, так 4 звезды. И один хрен заплатят. Правильно, задание выполнено и здорово. Так что... Вот такой вот я работничек добросовестный. Так, ему нужен пол и первое впечатление. Блин, ну давай первое впечатление создадим вот таким вот образом. Полы бетонные. Красота, красота. Книги зачем тебе нужны в мастерской, идиот. Книги, как построить дом, наверное. Две стойки для велосипеда. Начнем вот с этого, самого дорогого, так скажем. Ну, просто повесь ты. Молодец. Молодец, молодец. Вот. И где-то вот здесь должно. Да, да, отлично. Ровненько висит. Ровненько. Самое главное ровненько. И не мешает в ходу-выходу. Книги, книги, ваза, ваза, бочка, бочка, полка, полка, полка. Полки мы наставим вот эти вот. Они нам так полюбились, что прям не могу. Они будут стоять у нас с вами вот здесь вот. Хотя, наверное, логичнее их будет расположить вот так. Одну, по крайней мере, точно вот здесь. Вторую. Нет, это не та была. Эй, тоже не та. Вот эту полку вот здесь. И получается, нам осталось две полки. Но мы перейдем к бочкам, потому что они громоздкие. Хотя, хотя поставь... Да, нет, давай вот эти все-таки большие поставим, потому что они все-таки, наверное, первое впечатление какое-то произведут. Вау, типа, ни хрена себе, какие бочки теперь в мастерской стоят. На кой они ему нужны? Остается только догадываться. Но это дело не наше, опять же. Деньги дали, деньги дали. Мы и покупаем тут, что попросили. Статуя тебе зачем тут? Ну, вообще, что ли? Ну, дурачки, ну, дурачки. Зачем вам статуя нужна в мастерской? 2800, 2800, 2800. Полка. Ну, давай вот полки вот сюда вот захреначим еще. Да? Полка вот и полка вот. Прям чуть-чуть не влезает. Ладно, давай вот это дело мы переместим куда-нибудь. Да поставься ты куда-нибудь. Переместить и полку вот сюда. Самое но. Статуи поставить вот сюда. Не знаю, она на входе, блин, будет мешаться. Только и окно загораживает, свет будет. Но кто какую мастерскую построил, в такой будет жить. Книги, книги, ваза, ваза. Ваза, ваза будет вот здесь вот. Ну и пусть стоит. Типа, блин, конечно, потолок немножко пробивает. Ну и ладно. Книги, книги, книги будут тоже вот здесь вот. Типа, книги, книги. Красота. Жизненными советами. Исторические книги и тетради. Ну и здорово. Я считаю, что... Я считаю, что все отлично. Давай сдавать. Сдать работу. По-моему, это был самый быстрый... Быстрая работа и самый быстрый сданный проект. А чего, веришь или нет? Веришь или нет? Тараканы? Да, ёпт твою мать. Ну, две тысячи я не готов тратить, конечно. Твою мать, всю квартиру засрали. Ты гляди. Тараканами этими. Свиньи-то, ну. Давай, дед, расхлебывай теперь за них. Жить нормально не умеют. Убираться в доме не хотят. Хотят, чтобы к ним дед какой-нибудь приходил. И тараканов морил. Постоянно. Безответственные люди какие-то. Прям. Фу. Ну, да куда же вы разбегаетесь-то? Я вас убиваю уже. Ну. Что вы за тараканы такие неблагодарные? Я же пытаюсь вас поймать. Давай, 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 давай. Остался. Вот этих вот, наверное, укокошить. И они разбегутся. Нет? Нет? Вот тут вот, дед, их поймать нужно? Да? Нет, еще нужно травить. Да что ж за жизнь? Ну, пойдем вот здесь вот их поймаем где-нибудь. Да, отлично. Дед, пойдем. Нам здесь больше не рады. Мы здесь больше с тобой не нужны. Мы пойдем по своим делам. Что там с ремонтом-то? Ну-ка. Ну, ремонт. Ремонт. Оценил он там ремонт или нет? Нет. Успех. Сколько там звездочек? Пять звездочек. Естественно, кто бы сомневался. Все самое отличное, все самое красивое мы отдали этому человеку. Не продаю дом. Очень жаль. Хотя бы я его купить. Тысяч за 200 я бы взял, его купил бы в кредит. И подписал бы договор на 10 тысяч долларов. Но, к сожалению, нам нет возможности такой купить пока что. Требование бюджета... А, полный ремонт. Лучший клуб в городе. Я хочу переделать свой сад в террасу. Ненавижу косить траву. Требование полный ремонт сада. Бюджет 8 тысяч. Будет доплачено, если... Так, ну ладно. Так, нужна помощь в поиске подходящего арендатора. Я скоро перееду, поэтому нужен кто-то, кто уберется у меня в гараже. Давай вот это вот примем, потому что это, опять же, гараж, мастерские. Тут, кстати, очень много мастерских у нас появилось. В первом регионе не было такого количества мастерских. Вообще не было мастерских никогда в жизни. Мы ведь здесь только первый раз услышали о них. Да? Да, мастерская опять. Покраска стен в желтый. Первое впечатление, наверное, да? Нет, декор, декор и необходимая мебель. Давай вот это вот. Да что такое-то? Прям вообще не могу. Отделка полов в бетон. Правильно, в мастерской нужен бетон, чтобы не поцарапать. Потому что, ну, бетон не жалко. Бетон можно залить заново. Оборудование для мастерской мы сделаем... Блин, ему нужен декор. Декор, ну и... Срать мы на его декор хотели. Это самый дорогой будет. Пылесос. Пылесос поставим вот в... Давай вот в этот угол поставим пылесос. Типа даже не в угол, а вот сюда вот поставим. На вход. Чтобы он знал, что нужно пылесосить почаще. Гриль поставим вот сюда. Считаю, что вот это место для него будет самым хорошим. Бочку мы залепим ему. Ну, давай сюда, что ли. А так не влезает. Бочка это, блин... Нахрен вам бочки нужны? Твою-то мать. Ну что, дураки? Бочка-то одна нужна была? Да, бочка вроде как одна. Уже спасибо. Уже спасибо. Что за оборудование для мастерской? Что же я из этого купил? А, пылесос. Статуя, стойка для шин. Стойку для шин. Давай присандалим вот сюда. Вот где-то вот, типа, ты входишь и смотришь на стойку для шин. Рядом с ней поставим статую. Не знаю, чем у них там за мания такая. Может, фетиш какой на статуе. Но... Давай посередине. Пусть она посередине стоит, всем мешается. Чтобы он шины не мог вытащить отсюда. Газонокосилка. Газонокосилка будет стоять у нас с тобой вот тут. То, что может. И... Что еще нужно? Еще одну бочку. Блин, а я же посмотрел, думал, одна бочка нужна. Невнимательный какой, да? А что я могу поделать? Невнимательный, да. А что теперь? И ничего с этим не сделаешь, блин. Невнимательный, невнимательный. Стойка для велосипеда. Велосипед будет стоять у нас вот тут. Да? Поближе к стеночке, чтобы не мешался. Вот тут. И оборудование... А, полка, полка, пылесо... Так пылесос уже есть. На кой тебе еще-то пылесос? Оборудование для мастерской. Поставим ему вот такой вот стул здесь. Или что это такое-то? Стол скульптора. Вот тут поставим стол скульптора. Типа он будет здесь скульптуру скульптурировать. Пылесос мне, блин, зачем еще один нужен? Дурил, это картонное, ну. Вот багуется, и все, и пылесос не считается. Пылесос опять не считается. Ну, продать. Оборудование для мастерской. А, нужно два оборудования для мастерской. Ну, давай купим магнитушитель. Пускай он там стоит. Все, оборудование закончилось. Давайте теперь пылесос поставим. Просто нахера ему два пылесоса-то? Я тоже думаю, что они не нужны ему. Поэтому забочусь, так сказать, о полезности наших всех приобретений. Я же могу ему весь этот, весь гараж пылесосами заставить. Ну, а на кой они ему нужны? Не на кой. Правильно? Правильно. Ну-ка, вот так. Все. На декор он смотрит, но декор у нас стопроцентный. Сдать работу. Давай быстрей топай. Смотри, какая красота. Будешь захоч... Опа, там кто-то замерз. Отправлю профессионалу. Ну-ка, пойдем. Да не тот. Вот тот. Понравилось, не понравилось? Что там, к чему? Улыбается, говорит, ходит. Нравится мне все. Я тоже так думаю, что тебе должно все понравиться. Еще б тебе собака не понравилась. Я вот столько денег потратил на это все. Так, давай отзыв посмотрим. Блин, ну не все, конечно. Первое впечатление его. Чего? Проблема без вопросов. Просто первое впечатление его не впечатлило. Используется дешевая мебель. Огнетушитель. Предметы могли быть более модными. Стол скульптора тебе не понравился. Да пошел ты в жопу. Сказал бы, что тебе конкретно нужно. И все. Я ставлю это вам здесь. А это что? А, к этой профессионал должен прийти. А, ты сама с этим разбирайся. Пойдем. У нас там должен закончиться... Да, должна закончиться срок аренды. Было нормально. Я рад, что было нормально жить в моей квартире. Я пошел в этот... В трущобы. Я рад, что ты отправил деньги. Спасибо большое. 150 тысяч. 150 тысяч это дорого для того, чтобы просто-напросто купить какую-то квартирку. Тем более такую тесную. 24 квадратных метра. Так, где этот арендатор-то у меня? Ты что, несчастенна-то, собака? У них ко мне какое-то отношение предвзятое, нехорошее. Мне это не нравится. Я хотел быть хорошим для них, а не вот так вот. Вообще, вот это вот место, хорошим, наверное, с тобой мы сделаем следующим образом. Фотообои какие-нибудь используем, да? Стены. На стены мы... Блин, наверное, вот фотообои прилепим. Конечно, по-уродски выглядит. Ну, а что поделаешь? Иначе, в принципе, никак. Отделку окон. Где она там? Наверное, в декоре, скорее всего, правильно? Вот сюда вот поставим статуэток, чтобы, типа, прям, не знаю... Красиво было, хотя мало красивого в этом. Оленьи рога повесим. Вот здесь... Нет, вот здесь мы не повесим оленьи рога. А куда бы оленьи рога-то можно было повесить? Вот сюда. Во, отлично. Как? Вот так вот или вот так? Вот так, наверное. Потом... Чё бы можно ещё прилепить? Ловца снов можно прилепить вот сюда. Тоже дешманская хрень, конечно, но помогает, наверное, набить цену. Часики есть у меня здесь? Нет часиков? Наверняка нет, но и не будет. Давай с тобой сделаем следующее. А, часики вот такие можно залепить. Вот сюда вот куда-нибудь, вот, чтобы они не мешались и были полезны. Наверное, вот здесь, над выходом. Ага-га. Нихуя себе. Смотри, какие классные часы. Давай вот эти поставим лучше. Двое часов будут. Нормально. И так хорошо. И, соответственно, мы с тобой поставим куда-нибудь вот здесь вот ещё один столик, который будет стоять и радовать. Вот сюда вот шторы повесим. Несомненно, они будут здесь не лишними. Вот эти шторы повесим ещё вот сюда. И вот эти шторы повесим ещё вот сюда. Ну, вот сюда вот. Или вот сюда... Нет, подожди. Вот сюда, вот сюда. И вот сюда. Угу. Красота, красота. И вот сюда. Книжный стеллаж. Нет, книжный стеллаж мне не нужен. Мне нужен, знаешь что? Мне нужно... Мне нужно, мне нужно что-то эдакое такое, прям, чтобы оно стояло и радовало меня. Вешалка одежды. Не, вот это, наверное... А вот это ещё лучше. А давай вот, блин, вот по-хорошему, то её, наверное, вот сюда вот и присандалить надо было бы. Она шо, у входа должна быть, правильно? Правильно. Что-то у меня кадры в секунду падают. Это грустно. Грустно, грустно, очень грустно. Какой-нибудь, типа, 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 шкафы. Ну нет, эти шкафы, они все некрасивые, они мне очень не нравятся. Гостиная. Гостиные шкафы нужны нам. Гостиный шкаф, скорее всего, ну тут типа вот такого вот кофейного столика нужно нам взять. Не, давай нормальный большой кофейный такой дорогой столик возьмём и на него присандалим какой-нибудь проигрыватель. Вот типа вот, да, вот этого вот. Вот так поставим граммофон и положим туда виниловых пластинок. Я не знаю, ну можно как-нибудь... Это какая была-то вообще-то? Или это и была она? Видать, она это и была. Вот так вот наложим. Я взял вот эту вот пластинку. Отлично. Я думаю, что вот этот ремонт как-то повлияет всё-таки на нашу с тобой стоимость аренды. Но не надеюсь. Но я потратил деньги какие-то, какие-никакие, знаешь, поэтому, наверное, всё-таки увеличится стоимость аренды. Давай попробуем найти человека и закончим на этом. Начать день открытых дверей через газету, начать мероприятие. Целую квартиру я сдаю. Так, дружище, у тебя сколько зарплаты? 89 тысяч. Нет, ты мне не подходишь уже явно, потому что с тебя многое не стрясёшь. Дай, побыстрее бегайте. У тебя 89, тоже мне не подходишь. По-хорошему вас всех надо прогнать. Вам всем всё понравится, 100%. 96. Ну, уже куда ни шло. Если ей понравится вот этот ремонт, значит, мы её возьмём. Исключительно. Бартер. Бартер, по самой не балуйся, на 120 дней. Договориться. Нет. Не-не-не, вот договориться. Договориться. Сука. Принять предложение. Ладно. В 6700 она оценила наш ремонт. И на этом мы с тобой закончим. Спасибо за просмотр. Обязательно поставь лайк и прокомментируй это видео. Можешь даже поделиться с друзьями. Это рекомендация. И увидимся с тобой в следующей серии и в других игрушках. Пока.